Здравствуйте! Где мы там победа? Авиационный праздник под таким названием пройдет 5 августа на аэродроме Мочище. Он посвящен 100-летию российской армии. И еще авиашоу приурочено к празднованию 105-й годовщины со дня рождения нашего земляка, маршала авиации Александра Покрышкина. Конечно же, планируются показательные выступления самолетов и вертолетов вооруженных сил России. В программе выступления раритетной авиатехники, купольная акробатика, запуск воздушных змеев и много чего еще. Без сомнения, будет увлекательно. О предстоящем празднике нам готов рассказать мой гость. В студии программы отдельная тема, председатель Совета общественной организации спортивной авиации Александр Осокин. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. Очень рад вас приветствовать в преддверии нашего очередного авиационного праздника, который состоится 5 августа. Почему такое название? Где мы, там победа. Победа над чем? Над кем? Что за победа? Ну, то есть так сказать, над злыми силами, да, победа. А если говорить по-настоящему, ну, во-первых, название очень красивое. А если мы обратимся, относительно чего мы организовали этот праздник, то у нас в этом году 100 лет нашей дорогой армии и 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина. Если вы вспомните, ни наша армия, ни Александра Ивановича Покрышкина в своих сражениях, но практически никогда не проигрывали. Не проигрывали. Да. Поэтому, я думаю, название это не более актуально именно вот относительно этих двух дат. В связи с такими поводами будут ли какие-то изюминки? Чем вот этот праздник будет, может быть, принципиально отличаться от каких-то предыдущих? Вы знаете, мне кажется, каждый корреспондент, каждый журналист задает этот вопрос. Конечно. Я как-то подумал, чем же он будет отличаться. Мне вспомнилась картина «Ирония в свободе с токим паром», да? Она уже идет много десятилетий. И она проходит, ну, скажем так, раз в год в преддверии Нового года. И каждый зритель, каждый человек в нашей стране всегда ждет этого фильма. Хотя там персонажи одни и те же, герои одни и те же. И наизусть он уже известен. Он наизусть все знает, но ему все равно хочется его и хочется смотреть. Раз в год хочется смотреть. Так и наш праздник. Я думаю, один раз в год это наиболее такая, скажем так, нормально провести этот праздник. И зритель и не забудет его, и успеет соскучиться. Поэтому вопросы, которые задают журналисты, именно чем запоминается все, что новенького. Я считаю, что прийти на праздники, посмотреть уже знакомых друзей, знакомые пилотажные группы, это уже хорошо для зрителя. Ведь наш праздник, это не государственный праздник, где какие-то большие финансы куда вкладываются. Наш праздник, он областного масштаба. И то, что мы добились приглашения таких великих звездных пилотажных групп, которые знают о всем мире. То, что у нас выступают другие команды, другие индивидуальные представители, среди них большие чемпионы России, чемпионы мира. Это уже, скажем так, это уже победа. Если мы будем говорить, когда мы начинали наши праздники в 2011 году, мы еле-еле наскребали, скажем так, на два часа выступлений. В сегодняшний день у нас уже полномасштабная трех с половиной часовая программа, а еще есть предварительная программа. И у нас есть еще запас. У нас есть кем еще заменить. А количество зрителей на сколько растет? Я не сказал, что он порционально растет. Но с каждым годом оно прибавляется. И где живут наши телезрители, тоже прибавляется в плане регионов. Звонят, не поверите, звонят из Хабаровска, звонят из Владивостока. Я не скажу, что там тысячи людей звонят. Даже один звонок, который происходит оттуда, говорит о том, что о нашем празднике знают многие. А если учесть, что за Уралом такой праздник всего один, люди стараются в нем поучаствовать, приехать посмотреть. А вы сказали о каких-то особых пилотажных группах. Расскажите подробнее, кто будет участвовать. Каждая пилотажная группа уже сама по себе особая. В этом году планируется участие пилотажная группа «Соколы России». Великолепная пилотажная группа. В этом году она будет принимать участие на истребителях Су-35. Если вы говорите о новинках, то на Су-35 никто еще не выступал у нас. Поэтому это будет что-то новое. В этом году, второй год подряд, приедет нам и будет выступать пилотажная группа «Руси». Это уже пилотажная группа мирового значения. Она тоже выступала во многих странах мира. И, скажем, выступала великолепно. Поэтому эти пилотажные группы еще не успеют никому доесть. А если не выступает развод в нашей области, то они тем более не успеют доесть. Но изюминка все-таки есть. Это уже не ирония судьбы. Конечно. Как минимум продолжение. Изюминка есть. А какая авиатехника будет, кроме тех самолетов, которые вы назвали, какие-то еще будут? Если мы говорим из военной техники, из известных, то у нас планируется выступление, но не Су-34, не нашего завода, а того же Либецкого центра боевой подготовки. Су-34 прилетит, и он покажет, какую технику готовит наш Новосибирск. И он не просто пролетит, а он уже выполнит пилотаж. Я думаю, это будет тоже интересно. И зрители, которые нас увидят, могу им подсказать, что Су-34 будут выступать сразу после официального открытия. Поэтому хотелось бы, чтобы они не опаздывали. Чтобы не опаздывали, да? Конечно. Вот, да, планируется показательное выступление самолетов и вертолетов. Как это будет выглядеть? Да, как всегда, очень хорошо. Мне кажется. Зрелищно? Мне кажется, зрелищно. У нас программа построена так, что практически ни минутки нет свободной. А если где-то свободная минутка получается, то все равно выступают и пролетают вертолеты, чтобы заполнить вот эту, скажем так, эту паузу, которая нужна для перестроения каких-то номеров, каких-то элементов. Но единственное, что может испортить нам праздник, это, скажем так, погода, которая может подпортить какие-то выступления. Мы будем надеяться, что нам погода всегда благоволила. Как бы нам тяжело не было, но в день праздника мы практически всегда выполняли свои программы по полной. А планируется и одиночный, и групповой пилотаж? Да, у нас единочные, и те группы, которые будут выступать, у них есть в программе единочные выступления. Очень надеемся на прекрасное выступление из пилотажной группы Соколы России Александра Ивановича Грустева, который планирует и единочные выступления, и в группе. А у них еще будет и воздушный бой. Из пилотажных групп никто этого не делает. Что значит воздушный бой? Но элементы воздушного боя, перестроения, захода и прочее, прочее, в произвольной форме, это очень интересно. Очень интересно. А самое главное, так смотришь на них, и в тебе возникает уверенность, и, скажем так, ты испытываешь гордость за нашу армию, за нашу авиацию. И ты чувствуешь, что тебя защитят. Ощущение надежности. Конечно, конечно. Это приятно. То есть, когда ты видишь такую силу, это успокаивает. Скажите, а какая раритетная авиатехника будет представлена на празднике? Буквально через полтора часа сядет первый самолет раритетный. Он прилетит из Сургута. Он был у нас в прошлом году. Это американский Дуглас-10-3. Вот. С 40-х годов прошлого столетия. Вот представьте, сами можете прибавить, сколько ему лет сейчас. Вот если вы увидите его в натуре, то подумайте, что он практически только выпущен с конвейера. Это прекрасная техника. Техника, которая завораживает технику, на которую хочется смотреть, хочется ее погладить. Но в ней целая история, да? В ней огромнейшая история. Ну, представьте, он, по-моему, 45-го года, прошлого столетия, ему больше 70 лет. Да, и где-то какие-то там запахи, наверное, 46-го года, может быть, 50-х годов. Он все, этот самолет пропитан этими запахами, скажем так, практически 100 лет его существования. А вот очень интересно, зрелищно обычно бывает, купольная акробатика. Какую в этом году программа какая будет представлена? Ну, если немножко вернемся назад, как вы говорите, из ариитетной техники, коротко, будет представлен также наш миандзин, который восстановился в нашем аэродроме. Он 64-го года, ему тоже уже 54 года. На нем будет летать наш прославленный летчик Виктор Александрович Соловьев, которому тоже, скажем так, не молодой, ему тоже уже за 70. Он поднимется в небо? Конечно. Вот, скажем так, такой мужчина поднимется практически наравне со своим воздухом, со своим вертолетом. Он учился на нем летать на таких вертолетах, на такого типа. Вот это да. Поэтому практически они нога в ногу прошли всю жизнь друг с другом. Что касается парашютистов, в этом году будут, скажем так, новые элементы. Я не хотел бы о них говорить, я думаю, что зрители их увидят. Но так как мы начали на нашем аэродроме осуществлять еще парашютные прыжки, у нас появилась возможность дополнительных тренировок. И те ребята, которые к нам стали приезжать, они стали предлагать нам какие-то новинки. Я думаю, пару-тройку номеров новых, которые еще никогда не было, зрители их увидят. И поверьте, они, как говорят парашютисты, они будут очень интересны. Какие еще мероприятия предусматривает программа праздника? Авиационного зрелища, я думаю, можно не оторваться. Это раз. Будет у нас наземная авиационная техника, которая будет в статическом положении. Не поверите, в прошлом году мы выставили в свое время самый большой вертолет Ми-6 на статическую стоянку, чтобы его зрители смотрели. Но, как мне показалось, зрителям гораздо интереснее было смотреть этот Ми-6 и полазить на нем, и походить, и посидеть, чем на само авиационное представление. Могу точно сказать, что очередь постоянно была не меньше 50 человек. То есть можно будет и там посидеть в самолете? На некоторых, да. Вот на Ми-6 можно будет посмотреть, посидеть и пощущать себя маленьким человечком в огромном вертолете. А еще какая-то интерактивная программа предусмотрена? Ну, я думаю, некоторые еще можно засекретить, да, чтобы потом... Ну, конечно, всех секретов не будем раскрывать. Всех не будем раскрывать. Все увидят. Мы, в принципе, планируем раритетную автомобильную технику. Я думаю, порядка 15-20 единиц хороших, стареньких, но, скажем так, практически выпущенных с конвейера, мы их увидим. Вот сейчас мы ведем переговоры с некоторыми организаторами, с хозяевами этих автомобилей. Я думаю, будет, что у нас все посмотреть. У нас в партнерах организаторы выставки, организаторы мероприятия, которые будут в 20-х числах августа, называется TrackFest. Вот, они хотят нам предоставить на свою выставку, на наше мероприятие 2-3 больших грузовых автомобиля, которые тоже будут, скажем так, будет на что посмотреть. Мало того, что они будут разукрашены, они будут такие здоровые, знаете, как исполены. Ну, как в таких больших, хороших фильмах, где они участвуют. Вот, и зритель... Ну, что нужно зрителю? Зрителю нужно посмотреть, некоторым полазить, некоторым там... Ну, вот, что-то вот такое просыпается у них, когда они приходят на такое мероприятие. Вот, я не думаю, что они бы в обычной, в обыденной жизни, да, залезли, допустим, на пожарную машину или куда-то еще. Ну, конечно. Ну, а здесь вот прямо вот хотят, хотят потрогать, хотят залезть. То есть, богатство впечатлений гарантированно будет. Конечно, конечно. То есть, это не только авиационный праздник, это не только авиационное выступление, авиационные мира. Вот, я вам уже сказал, потому что там будет на что посмотреть. И наша армия будет выставлять свою военную технику. По количеству мы сейчас уточняемся, но там тоже будет на что посмотреть. Вот, зритель не будет скучать. Чаще всего бывает, что еще хочется посмотреть, посмотреть, а уже ножки-то и не идут. Вот, те, кто наиболее опытные, вот, а их, я думаю, что их половина. Вот, они приходят, приезжают своими стуточками, со своими пледиками, со своей едой. Вот, когда погода хорошая, они все расстилают. Благо, у нас прекрасная маленькая травка скошена. Такой пикничок можно организовать. Пикничок, они располагаются там, кто-то ложится, кто-то раздевается и загорает, и тут же смотрят. Вот им усталость ног нипочем. А те, которые, скажем так, неопытные, пришли, посмотрели, ноги устают, ну, надо порожить домой. И у нас такая идет ротация. То есть, люди не приходят сначала и до конца стоят. Кто-то уходит, следующий приходит, уходит, следующий приходит. И так в течение всего праздника. Ну, и, конечно же, как вы говорите, гвоздем нашей программы в плане музыкального сопровождения уже пятый год подряд, по-моему, пятый год подряд, будет наш симфонический оркестр. Ну, я вам точно могу сказать, что в мире такого нет. Чтобы авиационный праздник музыкального отношения... С симфонической музыкой. С симфонической, но не простая симфоническая, а очень известная. И музыка, подходящая под то или иное выступление самолета, вертолета, планера. Подборку специальной делами, композиции. Конечно. Вы помните полет на параплане, да, на дельтаплане у Валерия Леонтьева. Ее прекрасно исполняет наш симфонический оркестр. И прекрасно песню поет Алексей Кожановский, которого тоже знаете. Он будет выступать. Конечно, конечно. Я не скажу, что он, как он говорит, не за честь, но ему очень нравится у нас выступать. Очень. Он приезжает. Вообще, понимаете, чем интересно, допустим, тоже сопровождение музыкально-симфонического оркестра. Они и выступают, и смотрят. То есть два в одном. То есть они получают удовольствие от того, что... Они работают и так же, как зрители там находятся. Да, да, да. А вот такой момент интересный. В интернет-форумах пишут о том, что в этом году аэродром обносит к каким-то глухим заборам, из-за чего якобы обзор может ухудшиться. Поясните ситуацию. Ну, глухой забор, в принципе, это для безопасности. Зритель, который хочет посмотреть, он все равно придет на саму площадку, где происходят основные действия. Зритель, который хочет посмотреть это со стороны, скажем так, дорог, вот, ну, вне аэродрома, вот. В какой-то мере, ну, я вам скажу, что на процентах в пяти, в семи, в десяти, вот эти неудобства он будет испытывать. А основная площадная, основная периметра аэродрома, он не будет закрыт, по крайней мере, в этом году. И они могут абсолютно спокойно наслаждаться и за периметром, так сказать. То есть, проблемы здесь нет? Проблемы здесь нет. То, что они говорят, я думаю, что это относительно вносим, но это вымысел, что зрители за периметром не будут видеть. Никто обделен не будет? Никто, абсолютно. Давайте напомним еще раз, во сколько начнется праздник, чтобы никто не опоздал, и вообще, каковы какие-то временные его рамки? Вообще, опытный зритель приезжает уже к нам часов в семь-восемь. Что он делает? Он приезжает, он ставит в свою машину и свободно заходит. Конечно, тяжело дотянуть до 14.30, когда у нас завершается программа. Но неофициальная часть нашего мероприятия начинается в 9 часов. До 10.30 будут летать мотопарапланы, мотодельтапланы, авиамоделисты, воздушные шары. Воздушные шары у нас который год уже являются, скажем, таким символом такого движения, как бессмертный полк. У нас воздушные шары несут большие баннеры с портретами наших героев. Героев Новосибирской области, Ломской, Кемеровской. Но они герои в плане авиации. И если, скажем, те герои в бессмертном полке весь, скажем так, они полностью охватывают, то у нас это летчики. У нас это летчики, летчики Великой Отечественной войны, летчики афганцы в этом году. Это воспитанники нашего аэродрома «Чища», известные люди не только в нашей стране и в Советском Союзе, но люди известные во всем мире. Они тоже будут присутствовать на этих баннерах в проносе. Поэтому пронос баннеров воздушными шарами, ну это, скажем так, бессмертный неполк, бессмертная эскадрилья. Очень интересно, так как она исполняется еще тем же Алексеем Кривиновским под песню «Журавли» и под песню «Березовые сны». Это будет, опять же, симфонический оркестр и будет еще наш новосибирский хор, филармонический хор. Я думаю, что, понимаете, в принципе, зрители приходят, и некоторые, даже мои знакомые говорят, мы пришли музыку послушать. Потому что где там, как-то там услышишь, а здесь три часа играет симфонический оркестр, самая известная, самая прекрасная мелодия, которая известна всем. Поэтому, я думаю, интересно будет всем. А какие-то дополнительные транспортные маршруты будут организованы? Как вообще добраться? Я думаю, что сейчас более точно я вам не могу сказать, какой маршрут откуда будет идти, но у нас есть сайт, и можно на сайте... Там вся информация? Да, потому что все автобусы, кто какой, откуда идет, там все известно. Здорово. Ну что ж, спасибо вам за информацию. Будем ждать праздника. Напоминаю, он состоится 5 августа на аэродроме Мочище. Это была программа «Отдельная тема». Я Людмила Чуевская. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!